Всем привет ребятки! Мой игровой ник Манелвагор и сегодня у нас на тесте, на общем тесте выкатили ветку танчиков польской нации. В принципе до 8 уровня я думаю как таковое тестить само собой я не буду. Почему? Потому что на таких уровнях никто не играет на тесте. И раз в пятилетку заходить в бой и то если зайду это вообще не вариант на тесте. Это все будет в принципе теститься уже когда выйдет в релиз. Тем более в релизе уже будут конечные варианты этой техники. Но тут единственное пока я исследовал это мне понравилась четверочка. Почему? Потому что здесь есть барабанчик довольно таки интересный. На 4 снаряда перезарядка 0.4 так что это получится ну типа 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 пулемета даже. Но как бы бронепробиваемость 85 голдой и 50 ну это считайте за снаряд, ой за снаряд, за барабан он 200 хп выносит. Это довольно таки круто потому что если ты попадаешь в топ на 4 уровне, ну главное чтобы никто тебе фугасом там в лицо не ляпнул. Потому что он принимает довольно таки хорошо с его то броней в 30. И то это на топовую башню, тут вообще вот 18-16-16, то есть вообще бред. Вот, но как бы если так ты просто выезжаешь, тупо всаживаешь барабан и сразу же сваливаешь. Так что это довольно таки неплохо. Ну в принципе да, топовый ствол ничем особо не отличается. Ну как бы разве что да, во первых не барабан, во вторых скорострельность. Ну и плюс ДПМ, ДПМ в минуту 1560 почти. Это довольно таки круто на 4 уровне. Ну как бы это собственно и все, что меня так немножко зацепило. Пока я исследовал и так мельком проглядывал характеристики этих танчиков. Так что вот так. В принципе начнем с восьмерки и дойдем до десятки. На каждом танке я сыграю 3 боя. Да, наверное так, потому что как бы, ну почему он на восьмерке 3 боя, сейчас объясню. Потому что, вот кстати вот так установить, то что я пару боев только что сыграл. Так что бы хотя бы относительно чуть-чуть освоиться с этим танком. Вот. Первый бой будет полностью на стоке. Потому что чтобы изучить предтоповый ствол, тем более топовый, надо открыть во-первых башню как минимум, а во-вторых вторую ходовую. Это как минимум. Потому что как бы, ну вот это все дерьмо, движок и рацию, не обязательно все изучать. Но башня не ставится на первую ходовую. И само собой ствол не ставится на первую башню. То есть нам по-любому придется изучать башню и ходовую. Поэтому второй бой мы будем играть с второй башней топовой. С бронированием довольно таки неплохим. По сравнению с первой. Да и приведенка там намного лучше. Ну то есть совсем другая башня, совсем другие цифры. И она довольно таки неплохая. Вот. И само собой вторая ходовая. И второй ствол предтоповый. Который идет на альфу и на маленькое пробитие. Вот. Как бы стоковый ствол у нас довольно таки, я считаю, неплохой. Перезарядка у него что-то около 8 секунд. Я точно не знаю сейчас в принципе. Что значит не знаю? Да знаю я все. Скорозарядность орудия 7. Вот. 7.68. Перезарядка орудия. Но. Сразу говорю. Я поставил вентиль. Вентиль, досылатель и просветленку. Почему так? Почему набор среднего танка, скажем так? Потому что, во-первых, у него само собой плохой обзорчик. Я его докачал аж до 414. Это уже что-то. А во-вторых, скорость сведения у этого ствола 1.93. Это меньше чем 2 секунды. Спрашивается на кой, зачем ставить сюда приводы наводки. То есть, само собой, что их нет смысла ставить, потому что 1.93. То есть, они уже отпадают. Поэтому я поставил просветленку, потому как обзор тут не помешает. Ну, обзор всегда не помешает. И вентилятор. Так как он усиливает все характеристики. И это круто. Так что, вот так. Разброс при движении тоже я как бы не стал этот модуль ставить. Стабилизатор вертикальной наводки. Потому как будем играть аккуратно. Будем играть со спин союзников. Потому как этот танк... Ну, вот я пару боев сыграл. Я так чисто скажу наперед, что он крайне ущербный. Ну, по крайней мере, на стоке. Так что все. В принципе, запускаемся. Стопе. Что там по снарядам? Так, по снарядам все понятно. Все вроде неплохо. Так, что, кстати, тут по поводу голдовых ББшек. Ой, подкалиберов. 225 пробивает. На восьмом уровне 225. Ну, для тяжа довольно-таки неплохо. Потому что, учитывая, что у Скорпа 246. 246. 246. Ничего так, да? 246 и 200. Ну, ладно. Как бы, короче, с пробитием... Ну, это я немножко зря сравниваю ПТ-шку и ТТ. Потому что ТТ это танк ближнего боя. А ПТ это танк дальнего боя. И вот это все пробитие, на расстоянии, с которого там будешь стрелять, в основном на Скорпионе, где-то с куста сзади, оно все теряется. Поэтому пробитие, я думаю, примерно где-то одинаковое в итоге получается. Ну, как бы такое. Сейчас первый бой играем на стоке. Говорю сразу, что буду играть стараться аккуратно, стараться не высовываться, потому что... С ним все плохо. Очень плохо. Особенно на стоке. А чтобы открыть предтоповую... Ну, даже... Ну, что предтоповую? Предтоповая пушка вообще ни о чем. Топовый ствол, чтобы открыть. Ну, то есть полностью вкачать его. Это без движка и без рации топовой. Надо где-то около 100 тысяч опыта. И чтобы 100 тысяч опыта набить, это довольно-таки немало времени. Не у каждого есть возможность перевести свободку с другого танка за голду и вбахать сразу в топ этого танка. Ну, то есть само собой. Большинство ребят будут качать. И это видео, наверное, как раз для них. Этот первый бой. Потому что вот эта вся боль и все страдания... Сейчас вы, короче, увидите. Поводили новые карты. Вот это уже вторая новая карта, которая у меня встречается. Если честно, в шоке. Я не знаю, где тут играть. Вообще ноль. Поэтому я хз. Очень классно сделали отчет. Короче, оформление новое. Мне очень даже нравится. Но вот эти новые карты, это... Я не знаю, что это за жесть. Так, перезарядка у нас 7,6. С вентилятором и со стопроцентным экипажем. Так что вот такие вот... Боже мой, кто-то тестит ухо. Нормально. Вот это чудо не простреливается. Оно как бы все круто. Но сейчас ребятки вот там с другой стороны через мост заедут. И так будут в борт напихивать. От всей души. Ух ты. А что, да-да танчит. Оно куда стреляли? Есть. А, ну да. На тесте модов нету и, само собой, никаких. Они есть. Ну, в принципе, при таком угле, как они стреляли, это где-то... Вот так примерно. Ну, довольно-таки неплохой угол и... Станчило. В принципе, стоковая броня. Ух ты ж, е-мое. Да, скорость полета снаряда крайне ужасная. Как на Скорпионе. Очень маленькая. Так, голдой. Эта жопа меня не пробила. Так. Что это за танк? Да, это 53. Ну и что тут не видно? Короче, в каток девятку он не пробивает. Бэбэшными снарядами в каток девятый уровень он не пробивает. Эх, блин, не успел. Хоть бы Реу коснул. Ну вот, четко, четенько полетела в каток. Так, сейчас в следующем заряжу голду. О, этот чувак от бессилия аж. Начал фуджесы заряжать. Блин, у него теперь есть прикрытие. Ну, с этой точностью, конечно, на расстоянии играть такое себе дело, я скажу. Ну и с другой стороны, это хорошее испытание для танка, потому что... Потому что когда тут все играют в основном на голде, ну то есть как-никак тест, голда в свободной продаже. Так, ну, голда в маску пробивает. Притом пробивает в топовую. Ну, как ты надеялся ром пробить? Не понимаю этого чирика. Да, отъезжал. Очень маленькая скорость полета снаряда. Очень. Это просто жесть. Ну, что я скажу. Голда вам в помощь, ребята. Я, конечно же, эту ветку качать не буду, потому как... Ну, не знаю. Это, короче, те же советские танки, только в профиле. Почему я так считаю? Потому что это тупо типичные советские тяжелые танки. По-другому тут не скажешь. Так как я так чисто посмотрел на ствол десятки. Это тоже большая перезарядка с большим уроном. Но, ну, кстати, там башня... Короче, это уже будет потом, когда я дойду до этого танка. А сейчас надо это еще доиграть. Так, в принципе, можно на М4 ехать в лобечник и пытаться что-то... Кстати, было бы круто потестить в клинче его на стоке. Главное до этого клинча доехать. Ах, блин, он на С1 сейчас агрится. Так, ну тут есть прикрытие на ЛДхе, поэтому... Ох, поиграл один. Так, надо возвращаться. Ну, карта... По поводу карты ничего сказать не могу. Я не знаю, я абсолютно на ней еще толком не играл. Ну, и вот это, кстати, первый бой на этой карте. Опа, я свечусь. Really? Борсик. Привет, братюнь. Блин, я еще и фугасов, короче, не взял. 0. Что? Не убил? Непривычная альфа, короче. 279 вообще не прошла. Так, кавыча уже получает. Ну вот. Думаю, время голды. Ну, короче, влобечник, одноклассник не пробивает. О, я голду зарядил. О, да. Точность, уровень, бог. Так, этого добили. Это радует. Сейчас надо тп-шку добить. Ну, что можно сказать. На стоке танк, ну, на ББ не пробивает. Да, это даже не девятка была. Вот это, что я вначале пробивал, это была восьмерка. Точно такой же танк, как у меня. Он его через каточек передний не пробивает. Также ВЗ-111 не пробивает через каток. Короче, ствол без голды не ствол, скажем так. Вот такие вот у нас результаты получились. Да, 53 тп. Это получается... Я вот с одноклассником подался. Ну, такой себе. Кстати, стоп. А, ну вот. Немножко голду и попользовался. На восьмом уровне ушел в минус 35 косарей. Ну, нормально. Так, идем дальше. Второй бой для того, чтобы исследовать предтоповую пушку. Вот. Так. Башню. Надо поменять башню. Чтобы поменять башню, надо поменять гусеницу. То есть, шасси установить. Вот. Вот это нам надо три поменять. И мы можем поставить предтоповый ствол. Итак, для того, чтобы изучить ходовую, надо 17 с половиной тысяч. Плюс 16 с половиной тысяч. И плюс еще 22 тысячи. Это получается... Ну, короче, считать не буду. Где-то около 60 тысяч примерно. Вот вам придется стараться... Не стараться, а страдать. На вот этом стволе. Примерно на 70 тысяч. А это довольно-таки неплохо. Немного. Немало. Вот. Поэтому, скажем так... Бог в помощь. Так. Итак. Что у нас собой представляет предтоповый ствол? Скорострельность пониже. Ну, то есть, чем его разница? Тем, что здесь большой урон. Средний урон. Очень большой. Довольно-таки, как для восьмого уровня. 390. Я думаю, это довольно-таки неплохо. И... Время сведения. 3 секунды. Ну, такое. На секунду дольше. Ничего. Окей. Разброс на 100 метров. 0,4. Тоже довольно-таки неплохо. И... Нету скорости полета снаряда. Вот это очень-очень важная информация. Потому, как на стоковом стволе он очень медленно летит. Так, ладно. Пробитие 175. Для восьмого уровня, для тяжа... Ну, хотелось бы побольше. Тут 192 не хватает в каток пробивать. Тут 175. То есть... Ну... Плохо. Плохо. Голда 217. Тут голда была 225. То есть, по сути, недалеко убежала. Но, снова-таки, без голды, я думаю, тут особо не поиграешь. Так, сейчас посмотрим, что я тут по снарядам закинул. Ага. 16 голды. 24 этих. Я понял. Все. Ну, также тут фугасы в помощь, скажем так. Вот так выглядит, по сути, с притоповой башней этот танк. Довольно-таки... Ой, с притоповой башней. С топовой башней. Довольно-таки... Ну, я бы не сказал. Ну, прикольная башня. Мне, допустим... Нет, сам внешний вид танков довольно-таки неплохо сделан. Сзади вот эти два каточка. Маска какая-то там. Пулеметик сзади. Фара прикрытая. Ну, короче... Ну, и плюс... Ну, смотрите. Вот, допустим, ты стреляешь в лоб. Здесь 200... Сколько тут? Живучесть. 210 миллиметров. В маске еще, наверное, больше. И плюс приведенка. Здесь по сторонам у нас получается 140 миллиметров. 140 плюс такая приведенка. Ну, короче, башня довольно-таки крепенькая. Единственное, от арты... Вот, какой у нас лючок большой. Это же у нас лючок. Нет, это не лючок. Это цельно-сварная... Сварная, короче, башня. Ну, вот, смотрите. Лючок командира довольно-таки немаленький. Сюда хорошо будет пробиваться. Со стороны в борт. Снова-таки только в заднюю часть, я думаю, будет пробиваться. Потому как здесь вот тут такое... Оно идет как... В пуклости две. Поэтому довольно-таки хорошо будет отбивать снарядики. Хорошая приведенка. Короче, в общем, у башни довольно-таки хорошая приведенка. Вот здесь, думаю, в эту часть очень хорошо будет пробиваться. Так как угол уровень 0. То ее, правда, выцели, эту часть. Но я думаю, средний танк какой-то... Да даже тот же тяж в клинче очень хорошо тут будет простреливать. Ну как, в клинче вряд ли, потому что ствол, скорее всего, не опустится. Кстати, по поводу ствола. Он опускается на 8 градусов. Это очень круто, потому что рельеф, вот этот танк от рельефа, и правда, должен очень хорошо играться. Пока что не было подходящей карты, чтобы я это все потестил. Но, так что вот так, в принципе, запускаю бой. Второй бой в предтоповом состоянии. Посмотрим, что он с собой может. Ну, учитывая бронепробиваемость стокового ствола, я думаю, с этим будет... Ну, как думаю. Судя по цифрам, здесь будет еще все хуже, чем там было. Но, посмотрим. Если что, перейду на голду. Ну, снова-таки, все время играть на голде и идти в минус не особо хочется. Но придется, потому что по-другому никак. Пробивать ббхами на нем будет очень тяжело. Так расскажу, первый бой я на нем играл, я в борт одноклассника. То есть, такой же танк, 53ТП, в борт я ббшным снарядом не пробил. Это просто было жесть. Когда я 4 раза выстрелил в каток, не пробил. И потом еще он стал бортом, вообще полностью ко мне, я в борт тоже не пробил. Так, поедем. Тут можно от рельефика немножко поиграть. Поэтому я поеду, конечно же, сюда. И тоже хороший тест для танка, потому что здесь на тестовом сервере в основном все играют на голде. Так как она в свободной продаже, и ты, по сути, ничего своего не тратишь. Не жалко, скажем так. Тут всего валом дают. И хорошо потестить. Именно как раз, насколько хорошо пробивают эту башню голда. Да и вообще этот танк. Каких танков. Так что... Перезарядка 10,3. В принципе, с вентилятором. Без вентиля, я думаю, было бы где-то 10,7. Так, тут теста ЛТ. Это очень плохо, потому что он сейчас там за камушек встанет. И будет потихоньку, но уверенно, напихивать в бортецкий. И абсолютно себя отлично чувствовать. Ну, в принципе, да. То, о чем я и говорил. Это очень плохо. Потому что здесь уже как такой рельеф не такой. Нюх. Ты не хочешь выехать? С оточкой. Блин, а ну, надо и чекать там. А, ух ты, ВЗ. А, нормально так. В бортецкий пробил. Понятно. В НЛД залетело четко. Но не пробил. Ну, я его отсюда явно не добью. Замечу, в каток не пробил. Ну, то, о чем я и говорил. С таким пробитием я в каток ему ничего не сделаю. Так, сотка, как я иванговал, начинает распиливать по чуть-чуть. Куда поехал? Охренеть, промазать. Вот что значит нету сведения. А, так, тут надо за камень спрятаться, потому что я чувствую, сейчас мне будет больно. Серьезно? Сбил гуслю? Вафлепазику? Без урона? Игра, что ты делаешь? Прекрати, прекращай. Так, сотку оттуда прогнали, можно выезжать. Распиливать по возможности одноклассника. ВЗ-эха тоже мертва уже, это очень хорошо. Нормально, 400 без сведения. Ну, короче, блайнды, ну, по крайней мере, один прошел. Оооо, вот чем плохая длинная долгая перезарядка. Вот это я об этом говорил. Ну, в НЛД даже по индикатору было видно, что я его не пробил. Поэтому я сразу же заряжу голду. Потому что, ну, в одноклассниках, в НЛД вообще он не пробьет. Даже с голдой, довольно-таки бирюзовенький, ну, бирюзовенький коричневый индикатор. То есть это такое, соус-соу. Так, ну, все, тут изи вин. По сути, 1200 настрелял. Ну, блин, как таковой, больше возможностей не было. Просто у нас быстренькая победа, поэтому вот так получилось. Но ствол, по сути, страдальческий. Да, на голде еще что-то можно сделать, а так 0. Так, вот и все, вот такой получился бой. Ну, в принципе, он относительно танчит. Я этого не отрицаю. Вот топовая башня, она довольно-таки неплохо вроде как танчит. Посмотрим, что, в принципе, выйдет в самом релизе. Но пока что, ну, не знаю. Танчик довольно-таки неплохой. Я не знаю, почему так в первый бой он мне не зашел. Может из-за непривычки, не знаю. Но так относительно, вроде как, чуть к нему привык. Он может что-то творить. Да, на света своего очень мало. Ну вот, конечно. Зачем тестить фвху на тесте? Я вот не понимаю. Хотя, может, парень качает, хочет посмотреть, ради чего он там страдает. На хиле, если-то. Так, ладно. Это был бой на предтоповой пухе. В принципе, ББ Хай очень мало будет пробивать. Как бы радует альфа, то, что она большая. Выехал, гупнул. Там на 400 дал. Спрятался и ждешь 10 секунд. Но это, ну, не знаю. Это не мои стволы. Я их не люблю, потому что нет. Так, ладно. Полностью поставим топ. Ой, какой продать, ты че? Установить. Так, то что у нас получается? 800 лошадей. А масса? Монету массы. Масса в ангаре. Наблюдение, незаметность. Вот, мобильность. Так, сколько у нас? 13,8, почти 14 лошадей. Ну, такое себе. Максималка. 40. Снова-таки такое себе. Ну, по крайней мере, лучше вот у Каэр Нарвона, у Каена там вроде 35. Так, оно я сейчас даже чекну. Посмотрю, то что мне самое интересное. Так, британец. А, он у меня есть в ангаре. Че, я туда не посмотрю. О, Решен Каен. 34, 34, 3. Да, как я, в принципе, говорил, 35 км. Так, мы сейчас не об этом. Итак, поставили топовый ствол. Кстати, по умолчанию, очень много фугасов. Что на предтоповом. Ну, там понятно, там пробитие маленькое. Тут уже пробитие 218, довольно-таки вменяемое. И это радует. Ну, зачем они так по КД заряжают много фугасов? Я не понимаю, конечно же. Так, смотрим по поводу ствола. Огневая мощь. Средний урон 420. Снова-таки. Значит, будет маленькая перезарядка. Вернее, медленная. Да, перезарядка вроде 10,5 секунд. Ну, в принципе, для третьего уровня. Ой, для третьего. Для восьмого уровня. Это нормальный довольно-таки ствол. С бронепрониембиваемостью 218. Да, это довольно-таки неплохой ствол. Снова-таки. Минус 8 градусов. Это очень круто. Время сидения 2,5 секунды. Это очень даже круто. И разброс 0,35. Ну, по логике, это должен быть очень даже крутой ствол. Ну, вот я так вангую, что... Сейчас, короче, проверим. Это все чекнем. Ну, думаю, ствол должен быть довольно-таки на уровне. Не посмотрел пробития голдовых пулек. Ну, думаю, там так же, как и на притоповом стволе. Где-то 218, где-то так. Что-то я не заметил этого всего дела. Ну, картошечка. Гори. Запускай. Блин, перед этим полчаса я поиграл в кроссаут. Там нету такого. И настолько привыкаешь очень быстро к тому, что тебя буквально там секунд за 5, за 7 кидает в бой. Что просто жесть. А тут ждешь, короче, по минуте. Серьезно, 115 игроков в очереди. Алло. Балансировщик. В чем проблема? Балансировщик. Жесть. Минута. Есть. Закину. А нет, нету. Ну, сейчас попробуем такую фигню. Она, правда, вряд ли помогает. Но, по крайней мере, таймер не настолько печальный. Так, если что, пошла вторая минута. Моего ожидания боя. Ждем. Напомню, что танк сейчас полный топ. Плюс с вентилятором. Перка максимум по 3. Я думаю, до 8 уровня третий перк можно вкачать. Ну, по крайней мере, поставить его на прокачку. Поэтому, ну, скажем так, я максимально танк подогнал по реалистичности. Как он будет в жизни. Ну, в плане попаркачки. Поэтому, вот так я играл. Первый бой был на полном стоке. Такое себе. Играть можно. Дело привычки. Второй бой был на полустоке. Когда уже предтоповая пуха стояла. Ну, такое. Как по мне, я бы лучше играл со стоковой пушкой. Потому что... Пробитие. Для меня намного важнее пробитие, чем... ДПМ. Ну, как ДПМ, чем альфа. Вот. Тем более, перезарядка намного быстрее на стоковом. А это тоже очень часто спасает. Ну, кстати, вот этот отчет новый. Ну, четенько, реально четко сделать. Мне нравится. Так, едем на горку. Хочу, хочу там его потестить. Но вот этот лючок на башне. Ох, как он. Ох. Аж глаз прям аж сипается от этого лючка. Огромнейшего. Думаю, это будет главная его... Болезнь этого танка. Так, светить, конечно же, никто не поехал. Я понял. А не, батчастик что-то там. Что-то там побежал куда-то на горку. Короче, проезда засвета не будет. Это плохо. Можно было бы хотя бы блейндулю какую-то кинуть. Ладно, побежали на горку. Поеду по большему радиусу. То, что если сейчас меня засветит, это будет печальненько. Ну, Шеридан уже сюда приехал. И он спрашивается, вот где наш мудак? На пазике, короче. Вот почему он там стоит? Вот зачем? Я так понимаю, он вообще в бой не загрузился. Потому что он тупо стоит на месте. И как бы вроде там, где респануло его, там он и стоит. Ну, вот все. Это тупо половина боя, я уверен, просрана из-за того, что у нас не прогрузился светляк. О, вот он поехал. Охренеть, чувак. Я очень рад, что ты играешь с таким четким, мощнейшим компом на светляке. Вот это очень зря. Кстати, да, ребята, если у вас низкий FPS, вот у меня 50, я играю на светляках еще такое себе. Но если у вас там, я не знаю, 35, 30 FPS, лучшие светляки, ну, блин, просто это... Во-первых, вы очень долго в бой будете загружаться, но это уже больше от процесса зависит. Во-вторых, с таким FPS у вас большая довольно-таки задержка относительно. Конечно, да, это миллисекунды там, но она присутствует. И на светляке довольно-таки и так тяжело играть, потому что это светляк. Так, а ну, 8 градусов. Нагнись. Ой. Не, ну, 8 градусов решают. Тут я спорить не буду. О, Шеридан. Просто, короче, в борт башни. На, ббхай. М103. А, ну, этот уже на голде. И все, все хпхи растерял. Радует то, что хотя бы арты нету. От арты я еще ни разу тут не принимал, поэтому ничего сказать по поводу нее не могу. Не, ну, ребята, вы реально охренели. Стоите на горке и абсолютно нихрена не делаете. Тут мудак там стоит под свечей. Так, я, наверное, упаду вот тут. О, дебила кусок поехал. Так, сейчас надо этого ударить. Подтончик. Ну, тут все, тут рип, тут уже надо сваливать. Короче, тут слив, сто процентов. Они сейчас меня тут будут распиливать направо и налево. Ну, вот, в принципе. Даже не голдой, просто бб. Как я и говорил, он в корпус пробиваться будет довольно-таки... Довольно-таки хорошо. Ну, что ж, вору мы успешно слили. Как бы тут без вариантов. Я не думал что-то, что они прям все на гору выпрутся. Ну, короче, борта этой башни не танкуют вообще. То есть, вот это все, что меня пробивали, что М103, что... Как его, Шеридан? Это все было тупо в борт башни. Оно очень хорошо залетало, и вот эти сто с чем-то миллиметров, они ее вообще не спасают. И вот эта вся привиденка, она тоже нифига не спасает. Поэтому вот такая вот фигня. Да, ВЗ. Именно, как раз позиция для ПТ. Стоят на открытой местности. Пытаться что-то стрелять. Учитывая, что они так близко. Бахча, добивай шотных. О, молодец. Да текай, ну, ты же за свете, зачем? Да, еще разворачивайся на этом месте. Боже мой, ну человек, ну ты же на картоне. Хоть бы отъехал за ВЗ-ху, спрятался. Вот его сейчас 50-ка светит, просвечивает. Все, рип. Да, если бы они еще попадали. Да, вот тут батику повезло, конечно, короче. Все довольно-таки крайне печально. Не, ну я, конечно же, сейчас еще один бой сыграю, потому что этот бой был, ну как, относительно непоказательный. Скорость довольно-таки печальная на этом танке. Тут не поспоришь. Проходимость довольно-таки неплохая у него. Так как он эти 40 кмч набирает довольно-таки неплохо. Количество лошадей тоже неплохое. Ну, короче, по маневренности он довольно-таки неплохой. Не знаю, как еще на месте крутиться, потому что меня еще никто не пытался крутить, как таковой. Моментов не было. Но, как-то... Ну, не знаю, когда надеешься на угол 8 градусов, пытаешься этим пользоваться, ты надеешься на то, что он будет танковать. А когда башня вот так в борт хорошо принимает, этот угол такое себе, конечно, преимущество. Ну, давайте, Каен, поедь сдой. Ой, сдонь. Сдохни, пожалуйста, быстрее. 430-й. Ты же на имбе, алло, парень. Ну, вот, кстати, не получилось ему закрутить. Правда, он хреновенько, конечно, крутил, но... Ему такое себе получилось это сделать. Не, Каен, с твоим обзором... Делать тут нечего, его уже светят. На. Ну, Ис, ты только что мог... Практически убить его. Ты этого не сделал. Теперь, когда он развернул башню, ты этого не сделаешь. Боже, зачем ты в яму прячешься? Да бери, разбирай вафлю пазика. Как на ладонишь. Пока эти не приехали, жопушники. Пока. Как непривычно, на Малиновке нету в рты. Когда такое было? Да никогда. Тут всегда есть эта жопушная варта. Что? Кто-то фугасом кинул, и то в ствол попал. Это жесть. Да развернись ты к нему в лицо, малого. На каток. Еще раз. Не, все, Рик. Боже мой, есть еще дебил. Смотри, дебил. Реально дебил. Он его мог убить в борт, когда только приехал. Боже мой. Игра спасите. Так, играем еще один бой. Боже мой. Посмотрим, что получится. Что за карта будет. Думал поехать на горку и что-то там потанчить от рельефа. В итоге их там целая орава была. И само собой, мне ничего не получилось сделать. Ну вот, и по уроне усу, само собой, тоже убили в начале боя. Так, ладно. Побежали второй раз. Очередные пару минут ожидания, конечно же. Но сейчас по-любому. Большая часть ребят тестят именно как раз поляков. Поэтому, само собой, что тяжей навалом и закидывать будет не так часто, как хотелось бы. Получается, у поляков стоп, а пудель-то средний танк. То есть, покупаешь пуделя, или он у тебя уже есть. Играешь, играешь, там вкачал какой-то там экипаж. А тут такой гоп. А там тяжелые танки на ветке идут. И ты такой бляха-муха. Как же тогда дальше качать экипаж, если ты его кидаешь на тяжелый танк? Вот и все. Лафень закончилась. А вы как думали? А ну сейчас чикну чисто, до какого уровня там идут средние танки. Или там все-то идут. Так, Польша. Светляк, светляк, средний танк. Пятый, шестой, шестой. Два уровня. Вот пудель подходит, вернее экипаж от пуделя на два уровня. Вот кто будет играть на шестерке? Что тут у нас по шестерке? Ух ты. Ого. А ты смотри, на шестом уровне ствол. 156 пробития на шестом уровне. 156 пробития, 240 альфа. А вот это будет имба. Это 100%. На голде вообще 200 миллиметров, по сути, пробития. Это вообще жесть. Сравни 3,4,85. Тоже шестого уровня. Вот ради прикола. Как добавить ствол к сравнению информации? А вот. И берем совет. А, ты же у меня все открывать надо. Мне шестерка. Ооо, сейчас, быстренько. Чисто, я не знаю, мне чисто само интересно сравнить это все дело. Т-70, Т-80. Быстренько, быстренько. Т-40. Так, Т-34. Есть парень, красавчик. Так, 3,4,85. Надо башню и ствол вкачать. А зачем я вкачивал, если можно просто взять топовый ствол? Вот так сделать. Туплю, туплю, не отрицаю. Так. Ну вот, смотрим. Так, ДТ-85. Это у нас 3,4,85. Итак, калибр в 5 миллиметров. Да и ладно. Скорострельность на Т-34,85 меньше, чем на этом стволе. Ой, вернее, наоборот, больше. Фу. Че, че я туплю, алло? Смотрю, цифры разные. Так. По пробитию явно превосходит. Ну, то есть, вот эти, как бы, вроде, кажется, маленькие циферки, они разницу играют очень довольно-таки неплохо. Но дело даже не в этом. А дело в том, что разница в скорострельности не такая уже и большая, по сути. А как бы разница в 50 единиц альфы, это довольно-таки неплохо. По разбросу на 100 метров тоже относительно одинаково. Сведение. Ну, то есть, скажем так, вот эта альфа, она настолько и поувеличивала остальные показатели. Вернее, поуменьшала. Поэтому, ну, я думаю, будет имба. Т-34-85 это имба. Я, ну, с этим не... Ну, как, не то, что они не согласны, я это говорю. Т-34-85 это имба. Так что, ну, я думаю, шестерка здесь очень даже прикольная будет. Если ствол не поменяют. Так, ладно. Мы не за этом начали. Погнали. Ну, короче, пуделя нет смысла покупать вообще. Ноль. Он абсолютно никак не повлияет на... А вот эти, как бы, два танчика пятого и шестого уровня. Ну, то есть, это проходные танки. Ты их прошел, продал, забыл. Все. Разве что оставишь для коллекции, но это вряд ли. Ну, шестерка танк неплохой. Хотя бы, по крайней мере, приятно будет его проходить. Вот это 100%. Стараться поменьше высовывать, играть от рельефа. А там, я уверен, тоже хорошие углы, склонения. Думаю. Тем более... Ух. 240 альфа это очень даже круто для шестого уровня. Для среднего танка шестого уровня. 240. Угу. Ну, снова такие. Наверное, та же 44, это ж вроде тоже шестерка. Своим ДПМным стволом просто она разберет это средняк. Ну, если упорится. Потому что, да, он стреляет по 240, а тут стреляет что-то по сколько там? По 90 или по сколько? Но зато у него перезарядка в 3,5 или сколько там секунды. Он только пиу-пиу-пиу-пиу, все, разобрал. И пофиг, что у тебя там 280. Это надо где-то за спин союзников. Там выкатился, бахнул, спрятался. Типа такого. Ага. Во, теперь можно будет ЛБЗ, короче, смотреть. Вот такая вот новая фишечка. Это, кстати, очень круто. Потому что я все время ставлю мод на выполнение ЛБЗ. Да, кстати, очень интересно было бы арту. Так, сейчас еду сразу же на центр, пытаюсь там от горки что-то, 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 короче, попытаюсь сделать. Заодно и башенку еще проверю. Так, на этой карте всегда первый снаряд надо заряжать голдовый. Потому что у голдового, ну то есть в смысле подкалибера, скорость полета быстрее. И здесь на подъемчике это очень часто решают. Если бы еще в скалу не попасть, вот это было бы вообще круто. Не повезло, однако. В маску попал. Ты смотри, какие хитрые. Алло, вы куда, пассажиры? Да ну какой дебил! Вот смотрите, вот как это называется. Вот это союзники. Союзнички просто на высоте. Смотри, что они делают. Они просто берут и подпирают. Где этот дебил? Вот это тупо кусок дерьма, который ничего не делает абсолютно для того, чтобы поиграть. Только мешает тестить, короче, танки. И все. Вот это все, что он... Блин, сейчас будет разбирать сзади. Вот это все, что вот это дерьмо делает. Блин, еще и не попадает. Как это его по нему попасть? Голдой. Куда пробил? Ну, в лючок. Ну, как я и говорил, в лючок он будет хорошо пробиваться. На тебе. Блин, жаль, что крит не нанес. Сейчас бы движок ему вынести, было бы очень круто. Ну, смотри. Кусок дерьма, короче, с арахисом. Стреляйте ему, но он стоит, блин, с задом. Ладно, пока разберусь с девяткой. Вот после такого очень хочется играть дальше в танки. И вообще отлично. Вот я не знаю, как разработчикам решить вот эту проблему. Вот просто, я не знаю. Просто без понятия. Ладно. Пока там восьмерочка в бою. Ну, разберемся с девятым уровнем. Тут, кстати, угол такой хорошенький. Но вот здесь будет так хорошо пробиваться. В лючок мехвода, короче. И НЛД-хо под очень плохим углом. Тоже будет пробиваться очень хорошо. Снова-таки лючок очень большой. Башня абсолютно, короче, такая же. Так, ну это же сток у нас, да? Да, полностью сток идет. Вторая башня. Хотя нет, не сток. Тут брони больше добавили. Тут 230, там 210. Ага, тут в башне меняется только, по сути, броня по бортам и на корме. Так, по поводу ствола. 218 и 245 голдой. Ну, как для девятки. Ну, в принципе, как для тяжа нормально. 420 альфа. Довольно-таки прикольно. Это, это радует. Так, что у нас там с топовым? 560 альфа. Довольно-таки неплохо. При том, что плюс-минус 25%. Вот, кстати, перед этим бой был. Там видно было, что у меня влетало и... Около 600. Это очень радует. 250 пробития. Это очень круто. Голдой 303. Терпимо. Могли бы и больше бахнуть. Но 250 для тяжа 10 уровня, это довольно-таки неплохо. А ну, ради прикола, сколько там у ИСа 7? Там было 250. Где наш дедушка? И тут тоже 250. Ага, значит... О, это печально. Супер конь будет очень страдать. ИС 7 в башню пробивает коня ББ. То есть, что можно сказать? То, что вот этот парень очень больших хлопот принесет. Так как конь... Ну как, в последнее время очень часто на нем играю. Особенно в ранговых. Как-то пытаюсь к нему привыкнуть. Вот это очень большая будет проблема. Ну ничего. Будем страдать. В принципе, это еще тест. Это не конечный вариант. Может и порежет пробитие. Потому что альфа довольно-таки неплохая. И пробитие тоже очень даже нормальное, я бы сказал. Так что вот так. По огневой мощи все понятно. Перезарядка орудия. 10.32. Это неплохо очень даже. 10 секунд перезарядка. Ну в принципе, да. Стабильная. Ой, стабильная. Стандартная. Как перезарядка, так и пробитие. Так. А, кстати, да. Это у меня все с вентилятором. Так что тут показатели будут немножко другие. В плане перезарядки. Будет больше где-то 10.7 без вентиля. Время сведения 2.38. Думаю, где-то 2.5 сведения. Ну, кстати, сведение довольно-таки неплохое. 2.5. Это очень даже хорошо. Разброс тоже очень хороший. 0.35. Углы снова-таки. Минус 8. Вот этот даже 1 градус, он очень много решает. Так что вот так. Так, ну что там? Восьмерки еще нету. В принципе, я бы... Можно было бы даже этот. Пока что один бой скатать на стоке. Так, что с обзором? 425 метров. Это с вентилем и просветленкой. 425. Ну, это неплохо, я бы сказал. Плюс, да. Плюс братства у экипажа. Ладно. Загоняю на стоке один бой. Кстати, да, это на стоке. Если поставить топовую башню, там обзор будет еще больше. Ну, 400... Где-то, считай, если поставить вторую башню, где-то 435-440 метров будет примерно. Это довольно-таки круто для тяжа. У тайпа 5-го, у алкаша, тоже очень хороший обзор. И бывало даже такое, что я исполнял роль светляка. Правда, сам для себя, но... Было такое дело. Да и не сам для себя. У меня что-то рекорд на света по нем. Около 5000. На Типе 5-м. Это была какая-то городская карта. Я помню, просто встал возле дома. И туда все тяжи на меня поехали. А нас там было что-то трое. И я среди них один. И вот это ж я как бы... Ну, там фугасами там пофиг, не надо что-то выцеливать толком. Кто-то мрамбовал им, короче, в борт напихивал. И я тогда очень много насветил. Потому как они стояли довольно-таки далековато от меня. И другие тяжи до них не досвечивали. И я их просто светил. Арта там по КД, другие настреливали. И в итоге мне капало-капало. В итоге у меня был очень охрененный настрел. И плюс по засвету очень много было. И в итоге, да, мастероса ези получил. Тупо из-за того, что очень много насветил. Как бы этот показатель не свойственен для этой техники. Поэтому очень круто. Итак, у нас... О, снова это... Что за карта? Минск. Ага. Это карта Минск, короче. Я не знаю, никогда в Минске не был. Но вот она, карта Минск. Карта, ну не знаю, один бой я только на ней сыграл. Вы его видели? Вроде, да. Видели. В начале было. Карта вроде неплохая. Но вот это только два моста. Это... Этого маловато. Надо было еще какой-то третий мост влепить. Переезд. А, хотя стоп. Тут еще есть переезды. Еще есть вот два маленьких переезда. И с другой стороны еще есть один маленький переезд. Понятно. Так. Клавиша Н. Да, есть. Все отображается. Все круто. Итак, это девятка. Стоковая. Стоковый танк девятого уровня. Посмотрим, собственно, что он собой... Что он представляет, что он может. Так, сейчас вот этот кран очень мешает. Блин, там уже, короче, деревья падают. Шериданчик. Нормально. 470. Нормально альфа. Я так понял, я сейчас в этом. В пермаче. Так, ладно. Они все там бодаются. Тут пока что делать нечего. Туда выезжать не стоит. Ну, пробейте и такое себе. Ну, по крайней мере, желтенький индикатор в НЛДху. Но, с другой стороны, ты попробуй на таком расстоянии выцелить это все дело. Так, там. Апа. Куда этот парень вылетает? О, там рельеф. Я думал, там, короче, типа заборчика простреливается. Так, 268 можно разбирать. Ошибается парень. А, нет. Тупо красный. О, смотри, как красивенько выехал. Ну, я вряд ли попаду в эту щельку, однако. Блин. Долбанная карта, камера. Кстати, довольно-таки относительно... Относительно... Хотя, да, камена-камена. Как и всегда. Что? Ну, правда, да, без сведения. Фуджесом. На 280. Куда он не бахнул? Вообще непонятно, без модов, куда он не пробил. Ноль. О, Артуречка. Кстати, первая арта. Так, нас тут, короче, жестко начинают... Как-то я отвлекся на этих всех жопочников непонятных. Да, сведение, конечно, вроде как не такое уже большое, но с другой стороны... но с другой стороны плохо. Ой. Блин. Ого, ФВ в это он... он по-любому мне попал. Так, ну, сейчас вот этот парень хлопот так ненормально принесет. Так, ФВ-ху отвлекли. Надо поехать убить Шкоду, потому что он сейчас нам всем сзади очень хорошую жизнь устроит. там парни сдерживают. Ой, Шеридан просветил. Что? Блин. Щу и гуслю сбил. Чув на фугасах. Серьезно? Семьдесят четвертый на фугасах? О, пошла жизнь. Ну, все, сейчас врывается Шкода и он меня забирает с Барабана. Вот он и стоит на этом, на захвате. Все, мне сейчас Рип. Вот, ехал. Ну, блин, карта новая и капец как-то. Щас у меня МХ-30 доз был. По логике. Не хочу тратить пульку, то что я должен Шкоду убить. Вот и собственно Шкода. Так. Ну, блин, мне придется с ним гоняться, я не могу его бросить. Если я его бросаю... Боже мой, эти блоки не разрушаются. Блин, надо ИС-268 помочь. С другой стороны, это Шкода, короче. все, все портит. Да, все, сейчас врывается этот парень. Ну, как я и говорил. Так, главную проблему решили. Блин, я тупо за вот этим чуваком гонялся. Просрал кучу хп-шек в итоге на него, но это было крайне необходимо. Скажем так, гоняться больше было некому. Пришлось мне. Блин, вот вроде такой нюансик, средний танк ворвался. Но с другой стороны, это Шкода. Тут надо это понимать. Любой циклический танк, если врывается вот так в тылы, он не настолько опасен, как Шкода. Потому что для Шкоды уязвимое место, то есть задняя часть танка, это все. С ее барабаном и с ее быстрой кдшкой между пульками в барабане. Если у тебя там 1200 хп, ты уже ничего не сможешь сделать, если ты стоишь жопкой в Шкоде. Кстати, все время попадает с этой стороны. Да ну серьезно, блин, сводишься полчаса, в итоге, блин, мажешь. А он заехал за рельеф. Вот такой вот стоковый ствол. Скорость сведения нет. Лучше все-таки пускай будет вентиль и просветленка, чем улучшать скорость сведения. Как бы на скорость сведения влияет сам вентиль как таковой. А во-вторых, как-никак, это вот вот и просветил. Никто из них не засветил ни 54Е1, ни Шкода, который является средним танком и у нее обзорчик поярче должен быть моего. Ну вот, зарешала. Хотя бы чуть-чуть он засветил. Это уже радует. Так, но он только там может стоять, да. Ну, убьешь или нет? Ну, еще и сам вздох. Боже мой, он врезался. Он не мог объехать и пульку дать просто в борт. Ладно. Ну, в общем, впечатления от танка довольно-таки неплохие. Хоть он и на стоке. Я не скажу, что он дерьмо. Ну, по крайней мере, пока что. По крайней мере, на этой карте, на которой я не играл, я не знаю всех вот этих ямок, кочек, рельефов, поэтому довольно-таки тяжело играть. Не знаешь всех этих прострелов. Как бы вроде сводишься туда, знаешь, что он проедет там. Но его там не видно. Так. Шварки бафа есть. Пробитие тоже вроде есть. Ну, посмотрим. Тяжелый танк. Ну, лючок это... Ну, то есть как. В предыдущий бой сами видели там. Очень хороший союзник попался. Блин, надо было его, кстати, кинуть в черный список, чтобы если что, потом его в рандоме когда встретил, я ему так помог бы, скажем так, поиграть хорошо. Очень не люблю такую фигню. Когда специально тебя, короче, выталкивают, подпирают это. Ох, это выбешивает больше, чем любая любая ситуация в этой игре. Союзники это боль. Ну, я бы не сказал, что прям нашествие этих танков на тесте. Как-то все, ну, как все. Большинство людей такие танки тестят, что прям жесть. АМХ-30, боже мой, да он уже сколько лет? Он уже хрен знает сколько в рандоме. И его до сих пор тестят. Эстер, эхо, паттон, тоже ему уже, мой, короче, ИСУ, боже мой, шо там тестить? Ну, ладно. Короче, это дело у каждого. Может просто человек зашел поиграть в свое удовольствие, потому что на тестовом серваке есть все. И серебро, и свободка, так что. Так, и че, не просветил проезд? Просветил. И меня засветили? Really? Ага, ага. Блин, ну там один паттон, я уже, короче, тупанул, не поехал. Ну как, тупанул? Это все сделал правильно, но... Так, у них светляк явно уже на центре, поэтому вылазить тут не стоит. Вот 49-ка явно не прав. Зачем он туда поехал? Вот зачем там светляк? Вот логика человека. Вот он сейчас стоит. Окей, выезжает какой-то другой средний танк, допустим, вражеской команды. Вот и Шеридан уже. Вот Шеридан делает дичь. И в этом он полностью прав. Ну вот все, а теперь сейчас вот вся наша банда сверху упаривается на Шеридана, чтобы его как-то убить, то что он очень большая проблема. Их все ПТшки короче расстреливают. Не хватает Уэнчиков. Кто светит? Шеридан? Вряд ли. Короче, ладно. Вот это выцеливать, это надо ехать бодаться, испытывать его в бою, как-никак, тестим. Этот танк не про дальние дистанции. Ну, конечно, выцеливать можно, но с таким огромнейшим кругом разброса где-то там это довольно-таки тяжело будет. Так, у нас есть углы, а там уже упоролись танки, и это печально. Смотри, там еще МХ-30. Ох-ох-ох. Сводись, сводись, сводись. Ах. Ну, что ты тут делаешь, дебил, ты кусок. Ну, вот да, ты получил, окей, даже не стрельнул. И спрашивается, зачем он сюда приехал, а не зачем, а просто так. Охренеть, гусеницу не пробить? Это жесть. Воу-воу-воу. Ребятки, вам не кажется, что вы чуть-чуть поднагрели. Ну, у меня тут рип. Ну, Паттона он пробивает, лобечник. Блин, 30-й микс. Ну, что-то вообще, короче, одни, одни, короче, сливные бои на нем, я не знаю, почему. Ну, тупо, никакого саппорта от команды, и это просто жесть. Стоять сзади все время тоже не мой стиль, потому что, ну, блин, это тяжелый танк, он должен, он должен быть впереди. Тут вот именно тут не стоит вопрос, что вот, почему ты там не постоял сзади где-то за кочкой и тому подобное. Да, можно было, но это тяжелый танк, алло. Это его работа, быть впереди. Так, уй, где? Заодно сразу будем тестить и девятку. Так, на стоке довольно-таки неплохо он себя чувствует. А, стоп. Я же еще не этого. Сейчас ставлю все топ, потому как здесь нету других вариантов. и посмотрим, что оно, так, 218, там 218, 200, но это явно, короче, вот эта пушечка, 10 уровень, не, вообще, все топки в игре, наверное, даже 9 уровня, они крутые. о, какой-то, 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 боекомплект дали, а, я понял. Расскажу, почему. Потому, что на 9 уровнях, можно ставить пушку, что за фигня. Принять. Потому, что на танках 9 уровня, можно ставить стволы 10 уровня, и это, это имба. Потому, что 9 очень часто кидают в топ, они не так часто играют против 10, как против 9, и ниже. И 10 ствол, он очень часто решает эту всю ситуацию. Ну, в плане того, что ты выезжаешь, и у тебя там нету абсолютно никаких, каких толком проблем. Потому, что на 8 уровне, против 9 конкурентов, практически нету. На 9 уровне, с хорошим стволом, конечно же, есть конкуренты, но это такое, это рандом, и не факт, что этот конкурент до тебя вообще доедет. Так что, дело такое. Сейчас играем на топе, это уже у нас 9. В принципе, на стоке мне понравился. Единственное, что как бы, да, сведение, сведение, ну, само собой, это тяж, поэтому я просто привык на лорке, последнее время катаю, на таком, скажем так, тунчике, или, ну, то есть, на чем-то быстром, на той же фвхе катаю сейчас много, то есть, я привык к средним танкам, или на кромбеле, там сведение, там сведение намного быстрее, чем здесь, поэтому у меня такая реакция. Так, топовый ствол, перезарядка 13 секунд, но зато 570 урона, как бы, решает, но, нет, не люблю я такие танки, что, второй сезон ЛБЗ запускают? Серьезно? Так, еду сюда, тут можно от рельефа относить, ладно, что я буду свои тактики какие-то использовать, буду играть, как, наверное, типичный рандомный игрок, поеду туда, куда едут сетяжи, да и все, для себя я выводы и так сделаю, скажем так, ну, вот эту ветку я качать не буду, не буду, короче, потому что, почему-то, это нация, и дело даже не в танках, я просто, скажем так, никому не в обиду, но я просто не люблю ни поляков, ни ихнюю культуру, ни их, ни, короче, мнения какие-то, их язык не нравится, короче, я довольно-таки негативно отношусь к этой нации, в целом, и здесь даже дело не в тонках, а просто, короче, все вот так, да и все, и качать я их как-то не особо хочу, так, тут можно от рельефа, наверное, поиграть, так, у нас типара пятый, вот это, тут явно надо заряжать голдецом, и выезжать, перед ком, ай, фвшка, нет, почти, почти успел, ну, в принципе, как для голдового фугаса, 601, че, так, говорю сразу, если против вас, фугасный танк, никогда не рамбуйте, вот, в каждом видео, практически, я это говорю, когда играю там на тебе, или на чем-то, блин, он не забрал, серьезно, он, короче, ну, это печально, чувствую в минус, уйду в этом бою, нормальненько так, но нет выбора, ну, тут все, тут делать нечего, тут надо сваливать, потому что, фвх они пускают на, типа пятого, под калиберами, в уязвимые места, я его не пробиваю, поэтому все довольно-таки, плачевно, Т-30, ты как там сзади, живой еще, дышишь, я тут этих, постараюсь еще сдержать, сколько смогу, ну, блин, снова сливной бой, я, короче, не знаю, не знаю, че так, ну, вот все, сейчас нам зайдут, так, пока там есть шестидесятка, я, правда, в свете, но надо сейчас быстренько свалить, однако, ваза нет, не стреляй, я еще передом развернут, ой, вернее, башня, так, сейчас поеду сорок девятку встречать, блин, епись уже упорывается, все крайне печально, то, что тут рип, это сто процентов, но, как бы, сам тут факт, что, вливают наши, ого, охренеть, 2%, серьезно, молодец, так, держать, я на это надеялся, но я думал сам как-то ему в этом помочь, но он явно, ау, нормально, так, сейчас в Заха где-то должен врываться по-любому, блин, 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 не успею, понятно, голда, нет, не голда, бэбэ, не танчит, нихрена, ой, ничего, ну, в Заха, я думаю, уже был на голде, я сомневаюсь, что он меня пробил бы, хотя, если в лючок довольно-таки большой, танк нормальный, вот реально, танк, я думаю, неплохой, очень даже неплохой, но просто здесь, короче, танки это не то, где один игрок что-то может зарешать, если левает команда, она левает и все, так, сейчас вернусь к восьмерке, вот что-то уже третий бой, я не могу там, короче, хотя бы как-то ее проявить, это просто жесть, так, короче, играю последний бой, в принципе, для себя я выводы сделал, для восьмого уровня, если попадет в топ, он еще хорош, но снова-таки, вот эта командирская башенка, она очень большая, я думаю, там даже семерки ее будут пробивать, ну, по крайней мере, голдой точно, то есть в лобешник, она будет пробиваться, на изи, и вот этот пулеметик, который спереди находится, я уверен, он тоже будет легко очень пробиваться, так как в пулеметах, в этих местах, всегда, очень тоненькая броня, ну, короче, такое, ну, как по мне, восьмерка, такое себе, ну, с другой стороны, тоже, как бы, дело привычки, если к нему привыкнуть, привыкнуть на нем играть, я думаю, будет относительно неплохо, но снова-таки, у него нет пробития, ноль, то есть, вот этот танк, если он не в топе, без голды, там вообще никак, если взять того же Деда, ИСа третьего, там, Каена, еще кого, ну, я не знаю, это самые такие, наверное, популярные танчики, на восьмом уровне, среди тяжей, ну, ту же ВКшку, но ВКшка не знаю, так как я на ней не играл, не люблю настолько медлительные танки, хотя у меня есть и алкаш, но все равно, не то, на нем я редко довольно-таки играю, и, вот, Каен, точно будет пробивать четенько, через гуслю, потому что, он очень хороший, плюс скорость снаряда, полет, вернее, очень, хороший, у Каена, у ИСа третьего, тоже неплохая скорость, по-от, я наста жесть, и он забыл, про секунду, у нас, сразу же, правда, ты тестил, ну да, типа в уязвимые зоны и не пробивать под калибром где 303 пробития ну такое себе скажем так тут и правда фугасы только тестить хотя при этой эльфе ствола в 600 твой 573 сколько там тестить фугасы и думаю тоже неплохо неплохо так нас моей башни ехать туда вариант такой себе конечно сейчас как прилетит но ученька у нет в 4005 ой бабаха я тебя не хочу так она обожаю союзников просто молодцы молодцы ребрята кстати очень хорошо снаряд полетел мистер босс дозволим пополам но кстати да вот вторую выстрел летит тупо точно четко блин а сейчас выезжает фв х из-за вот этих всех лоликов которые быстро отъедут отъеду я я скорее всего в ангар отъеду ах правильно мешают жопушники но пропустите кстати блин вроде 32 к мяча но нормально едет никогда такую дичь не делал но я думаю стоит попробовать ау понял наш уже один поголубел нормально ребятки играем дальше все отлично так он вообще как стоит ау ром понял щечки не пробивается а вот в корпус пробивается притом не голдой а б.б. сейчас кран не как люлей тут надает да в корпус короче танчик этот хорошо пробивается он тупо голдой короче жарит но я еще приму раз по-любому да голда рулит подожди бегу помогать стоп куда шкода делась он уже свалил а не свалила шкода я че-то думал он уже успел свалить отсюда хотя блин куда бы он оттуда свалил да не подумай об этом хотел как всегда саппортануть союзничкам то из-за этого и поплатился так ладно ну в принципе в лючок в лючок пробивается и вот вперед корпуса вот короче если будет ромбовать ну вот 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 реально вот это где-то просто охраненный ромб ну вот сразу под надписью шкода вот этот треугольничек уголочек очень хорошо туда пробивается вот там приведенка довольно таки неплохая а что выстрелить ты по-любому должен его выставить или борт вот так как сейчас я стою в таком же положении борт выставляется тут так сто процентов пробиваешь даже через гусеницы через катки пробиваешь сто процентов а если ставишь а так правильным ромбом даже вот так сто процентов пробиваешься в борт но не в борт а в корпус ну вот и все да башня у него крепкая но ромбовать на нем не получится по-любому пробивается в уголочек ну кстати да вот вот и имба вариант как его убивать сейчас посмотрим на девятки если там такой уголочек что-то мне интересно стало учитывая то как я только что пробивал этот танк ну в принципе восьмерка хорошая я не скажу что хроновый танк вот на в топе он хороший тут я ничего говорить не буду то есть есть с кем попадаться есть кого популькать и при его альфе довольно таки неплохо вот а тут нету короче тут вообще вокруг башни идет этот этот поясок полукруглый и даже вот допустим ромб примерно даже наверно вот так вот правильный ромб и тут хрен пробьешь разве что через каток ну ну да разве что через каток это не факт потому что здесь каток вот как он выставлен вперед то есть стреляя в каток дальше снаряд не пойдет ну то есть это будет просто сбил гусеницу все непробитие вот как бы нового в разве что выставиться но это вряд ли если правда он ромбом больше выйдет можно пробивать триплексы мехвода ну как то вот так ну в принципе по восьмерке вывод какой довольно таки неплохой танк я думаю он зайдет тем более с его альфой до перезарядка да вот это вот все-таки люблю танки с быстрой перезарядкой поэтому этот танк я не для меня да и вообще эту ветку я качать не буду потому что эта ветка какие ветка советов направлено более на длительную перезарядку а мне это очень нравится и на большой урон я люблю более агрессивную игру более активную и я люблю чаще стрелять потому что это зачастую очень часто решает вот кстати на химках у нас победка 1800 ну да как таковых показателей не настреливать но это такое дело привычки надо приукнуть к танку и тогда уже что-то настреливать та-да-да ну кстати вот сейчас если введут вот этот танк с четырьмя гусеницами объект не помню как он называется который я видосик по нему запилил этом наверное ну я просто завтыкал когда озвучивал забыл сказать что это будет первый тяжелый танк десятого уровня советской ветки развития у которого будет быстрый дпм мой не быстрый дпм быстрая перезарядка это где-то будет 7 и 1 7 с половиной секунд как и у супер коня почему потому что у него альфа 380 то есть в основном у советов идет у всех большая альфа за счет этого большая перезарядка у него альфа идет как у супер коня значит логично сделать вывод что у него ствол будет по своим показателям примерно как у супер коня а у супер коня перезарядка 7 и 1 секунды так что вот так это будет первый тяж советской ветки развития с быстрым с быстрый с быстрый кд короче так отличная карта для проверки у военов вернее у военов горизонтальные наводки они у военов все правильно горизонтальные это шуток да 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 так тяжей завались сколько все то есть от девяточки ажон так еще 75 к 257 вот единственный вопрос вот это что объект который с четырьмя гусеницами будут водить интересно вот мне все таки кажется что он до 10 ой не то 10 этот не со 4 все-таки заменит вот что-то прям чую так чуечка есть такая так что сюда никто не выезжает алло народ минус 8 рикошет тупо принял за всех вот вот вами башня короче ой не то к дешечку поправить вот вами однако башня вот смотри вот вам и короче башня тупо шьется голдой абсолютно все и вот блин короче прав тыкал не посмотрел по поводу того чем они у меня стреляли тупо прав тыкал да все таки форма башни тут ничего не решает но это по-любому вот от тридцатого и от той птшки что там еще стояло я сто процентов получил в корпус вот почему-то я уверен что в корпус прошло а вот остальные да это уже было в башне и башня тоже счется довольно таки хорошо так тестим десяточку вот такой вот охренеть какой длинный ствол ну вот этот лючок будет так хорошо принимать от артиллерии отвечаю это ж из четвертый в профиль вот это это близнец у него уже тоже ой вернее из третий а у иса четвертого тоже такой вроде лючок а ну сейчас чекну быстренько ну иса третьего сто процентов просто ему зашили как бы он уже не так принимает предусмотр ну вот о чем я и говорил абсолютно такой же лючок ну вот только тут длиннее он тут идет через всю башню ладно тестим тестим и снова тестим посмотрим в принципе первый бой на десятке сейчас посмотрим по поводу пробития как он себя чувствует ну девятка хороший но тут снова таки тут большинство играет на голде и пробивать тут очень хорошее дело скажем так голденькой но восьмерка я думаю зайдет стабильный танк хороший удобный в принципе боев сколько я на нем сыграл где-то шесть я в принципе относительно немного к нему привык так что вот так вот тут сейчас можно будет потестить башню одна артиллерия кстати плохо что одна артиллерия но надеюсь она в меня бахнет я хочу проверить этот лючок очень хочу его проверить потому что мне кажется он адские адские тоники нет в принципе с такими увенами его пробить не пробьешь ну как смотря чем в принципе стрелять но с другой стороны я хочу посмотреть как артиллерия будет хорошо наносить туда урон но я думаю по 600 может летать если там какой-то гей клаб кинет ганкерер конкерер тогда я думаю влетит так перезарядка 16 секунд вот это мне адски не нравится в принципе с его альфой оно то и понятно но с другой стороны блин как-то с хорошей подвижностью танка в плане того что оно стоп он довольно таки неплохо набирает учитывая какие здесь грунта довольно таки неплохо скорость набирает так я хочу под арту подставиться я хочу выехать вот тут и что-то от рельефа попытаться ой 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 у венчики как вы решаете так в борт башни не пробивается смотри что циры центурион себе позволяет не наказуемо абсолютно такого не должно быть полторы тысячи получил на месте семьсот четырнадцать прилетела альфа вообще жесть я считаю это очень неплохо где-то там х х не пробить серьезно вертикально насколько стоит там всего воины до одного места так он он лдх пройдет вот тебе и арта да где-то не в плечок не попадаю так артиллерия где-то рядом бахнула но явно не в танк я не вижу где-то как таковых повреждений да ё-моё не стоит на месте чувачок так можно вот этого чуть наказать ах перезарядка длинная вот почему я не люблю длинную перезарядку посмотри его мог убить просто но нет сзади 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 парень падай о фв-шка обозвалась так это плохо ну и чё я ему сделаю алло я под фв не хочу выезжать я под фв не хочу выезжать не хочу не хочу но пришлось ой 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 818 вот это короче жесть не ну он мне определенно нравится почти по тысяче стрелять это как по мне очень даже круто хотя у него хп 2600 блин сзади толком не прикрывает никто парень ты немножко не под охренел о нельзя такое наказывать ой наказывать прощать выезжай 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 ах чуть-чуть не хватило чтобы он каточек еще выставил рано рано поспешила короче ну 580 ну одна из первых осталось тут в яме ну танк ну блин танк хорош он реально крутой как для первого боя танк ну он реально ну блин не скажу прям что хотя может даже имба Если играть на голде И наносить по 700 урона Как по мне это Блин да это круто Че у нас там на девятке то А Я вспомнил меня же там убили В начале Так восьмерки ладно продавать не буду Пускай стоит Короче бой не задался явно На девятке первый Сейчас посмотрим Думаю еще бой 2 сгоняю и можно будет Делать какой то итог по поводу девяточки Но по сути Восьмерка хорош Девятка сейчас попробуем На топе Десятка шикарен Я считаю что он шикарен Да довольно таки Всего увнами 8 градусов Когда альфа может и 800 с копейками Вылететь Чуть ли не под 900 Это очень круто Как танк поддержки Я не скажу что это будет Ну он сам не сможет играть Это то же самое что Алкаш Тай 5 хэви Он один Никогда не сможет играть нормально Ему обязательно какой то нужен средний танк Или птшка сзади Который будет поддерживать И во время кдшки Не подпускать вражину Вот это да Нормально У врагов две бабахи Всегда мечтал В принципе тут можно будет на центр ехать Потому что 8 градусов снова таки Шавит И башня крепит Башня и правда крепит Плюс я хочу снова таки Чтобы мне арта попала Сверху Я хочу посмотреть сколько ему входит Вот прям Хочу поставляться Вот Снова таки смотря где арта будет стоять Ну и в принципе по грунтам таким он Такой себе едет Ну по крайней мере не тайп 5 хэви Получше него Да и нормально скорость тут набирать Не нормальный танк Ну по крайней мере по поводу ходовой Башня довольно таки Относительно неплохо крутится Но можно было бы и получше А стоп это я сейчас на девятке Ну среднички явно будет поярче Но Давай 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 Ехай Сейчас башка барабан ему раздаст и все Вот и все Итак Бат Дал на 308 Куда он мне дал Куда бат попал А вот А нет Это рикошет прошел Наверное арта рядом бахнула Так Так Меня засветили тут Непонятно кто Но кто-то засветанул Есть другой вариант Езжать вот сюда Но тут правда я НЛДшку подставляю корпус Где-то Жесть Индикатор зеленый Не пробил Ну зачем Я конечно тебя не подпираю Но так не успел Их там двое Серьезно Ну тяжело играть Вот смотри Просто Короче в башню Галда шьет Короче очень хороши ОБшки напихали Броню Ой броню Снаряды Коня По крайней мере Танканул Пока что Первый Да Типа нормально Вошло Ну Не знаю Я спецом выезжаю Как-то хочу Это все проверить Броню Если честно Ну да Тут большинство Играет на голде Такое себе Как бы Ну не хочу Никаких результатов Показывать Я сейчас не на это играю Я просто хочу Потестить Саму броню Ствол И все такое Ну если честно На девятке Как-то вроде стволы Но сейчас сравню стволы Чем они отличаются В девяточке И десяточке Чтоб примерно понимать Чем мы там теряем Так Сверху будет у нас Девятка Калибр больше Скорострельность Меньше Так Пробитие Двести А ну там Ну по сути Пробитие одинаковое Альфа разная Да Окей Спора нет Разброс меньше У десятки Сведение Три секунды Так и есть Ну за счет Альфы Само собой А стоп Это масса Ну ДПМ явно Само собой будет больше Короче ладно Погнали на десятки Посмотрим ее Ну девяточка Вроде как Нормальная Но В принципе В рандоме На голде Не так уже и часто Люди играют Поэтому Говорить о том Что вот ее там Все пробивает Танк Там Дерьмецов Нет Явно не стоит Этого говорить Так Бой Одиннадцатого Уровня Бам 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 Ох уж эти Бабахи Хочется потестить Нормально Танка Из-за вот этих Фугасников Такое себе А тут еще С голдой Абсолютно Никаких проблем Нету Ну в смысле С голдовыми Снарядами Серебровалом У всех И фвхи С голдовыми Фугасами Это Какой тест Они вот Вдвоем Просто выехали По плюхе Дали Все Ты в ангаре Что ты потестил Да ничего Не потестил Так Карта у нас Снова Минск Ты уже третий раз Сегодня на ней Первый раз С этого респа Сейчас посмотрим С этой стороны Как оно будет Потестим еще И отсюда Ну Карта такая Что тут Мало направления То есть Тут ехать Или направо Или налево То есть Все по другому Ты не поедешь По центру Ехать вообще не вариант Потому что не вариант Хотя можно было бы Забить на все Кстати нету Этого уголка У десятки Это радует Потому что Это было бы просто Имбовая фишечка Пробивать десятку В этот уголочек Как и восьмерочку Ну кстати У меня вот Вентиль стоит И этого чувака Вот я еду Быстрее чем он Вот Вот и вентиль Короче Вентиль решает Так Текай Хевик Пазязя Свали Ой Спасибо Кэп Как я Не пробил 30б Вот Скажите О Голда пошла Ну Союзник Уровень Союзник Ой Бабаха Не хочу Ой Сори Вот смотри Стоял Ромбом Довольно таки Неплохими По полету Снаряда Видно что По сути Ромб Довольно таки Неплохой Пробивается Пробивается Голдой И очень хорошо Блин Как задрали Вот эти Союзнички Эти Союзнички Это точность Смотри Он тупо Два раза Попал Практически В одно и то же Место И нанес И нанес Урон Ах Карта Блин Ну че Один на один Итак Куда пробивается Бортач Это принимает Ну прям Очень принимает Этого не должно быть А то он голдой Меня валит И нормально так Вот так Это он рядом Где то попал Блин Вот от арты Не видно Короче Так Ну у нас там Относительно нормально Мне единственное Что рта Тут пилить будет Ну Бабехи Башня Обивает Это радует Так я сейчас Сучу Сто процентов Пока Я тут Можно Убить артиллерию Где то тут И плюс Сейчас Помочь 430 Ой 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 Нет Уже разворачивается Плохо Хевик 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 нет Объезжай его Ну оно и понятно О Молодец Хевик Читаешь мои Мюсли Все Теперь раздавай ему Я еще Помогу Сейчас Ты все Ты все А Нету Хевика Я понял Блин Нормально Даже Отлючка Хотя Там Такой Лючок Мохи Не трогать Короче Фуджесом Ре ли То Чем Я и говорил Эта часть Довольно таки А меня за что Алло Да Что-то я сразу Не допер Давай Лючок Тут Выцеливать Который Нереально С такой Позиции Выцелить Потому Как Пробивать Какой-то Новый Танк Ну Что Можно Сказать Десятка Очень Крутой Танк Вот Реально Хотя Я не Люблю С длинной КДшкой Танки Но Он Реально Шикарен Что Бы Там Не Говорили На ББ Он Очень Довольно Таких Вот Я не Использовал Ни одного Голдового Снаряда Танчик Очень Хороший Притом Что Впротив Меня Играл Чувачок Какой-то Из этих Ну Вот И довольно Такие Ребята Хорошо Настреливает Просто На Изи Но То Что В Борт Да Ромб Конечно Пробивается Голдой Очень Хорошо Вот Это Плохо А так Кто В Клинче Вот Стреляете В Триплекс Мехвода И Все Будет Вам Счастье Пробивается Очень Хорошо Сюда Не Знаю Сколько Здесь Миллиметров Увены Хорошие Даже НЛД Отбивает Довольно Таки Хорошо Нижняя Лобовая Деталь Ключок Очень Маленький Да Выцелить Даже В этом В клинче Его Довольно Таки Тяжело Рикошетит Ну В принципе Да Что Там Тво Уличка А Вот Вот Это Место Очень Хорошо Пробивается Так Что Вот Так Ну Ладно И Сыграю Еще Один Бой На Девятке Наверное Да И Буду Закругляться Ну Вообще Я Не знаю Как Предыдущие Танки Ну Как Б Шестерка Должна Быть Крутой Потому Что Альфа Хорошая У Топовая Ствола По поводу Семерки Не Смотрю Ну В принципе Надо Будет Сейчас Просмотреть Хотя Бы От Пятерки До Восьмерки Еще Ну В принципе Я думаю Ветка Удалась Качать Я их Не буду По Выше Указанным Причинам Которые Я уже Ранее Говорил Как Б Главная Причина То Что Я Не Люблю Танки С Длинной Перезарядкой Но Кому Нравится Такое Что Выехал Чмякнул И Заехал Обратно И Сидишь Ждешь Очень Долго Пока Это Все Дело Произойдет Чтобы Выстрелить Снова Тогда Пожалуйста Это Танк Для вас Танк Очень Хороший Я В смысле Про Десятку Да И Восьмерка Тоже Большая Альфа У нее И Девятка Большая Альфа В принципе Не В принципе Танки Очень Даже Хорошая Вот Девятка Такое Себе Вот Как-то Ни одного Боя Не получилось На ней Относительно Нормально Сыграть Не знаю Почему Как-то Пытаюсь Что-то Потестить Но Во-первых Все На Галде А во-вторых Как-то Ну Вообще Как-то Такое Себе Пробивать Она Не хочет Нормально Даже В НЛД Так У девятки У девятки Тоже По центру Короче По центру Вот это Триплексы Мехода Пробиваются Очень хорошо Восьмерки Там Уголочек Пробиваются А у этих Двоих Триплекс Вот это Так Ну Короче Чтоб знали Куда Пробивать Это В эти Места Поэтому Просто В лобечник Тулишь Прямо В центр И Все Круто Пробивается Вот Весь Секрет А НЛД Здесь Довольно Таки Крепенькие Нижняя Лобовая Деталь Поэтому В нее Особого Смысла Стрелять Нету Разве Что Под Калиберами Там Голденькой Короче Да Да А так Я не вижу Абсолютно Никакого Смысла В этом Проще Выстрелить И правда В лоб И не париться Ну ладно Обогнал Обогнал Спасибо Сразу видно Брат Брата Поддержит Да Ладно Семьдесят Пятку На подъеме Обгонят Хотя Я и на камень Выехал Но Как по мне Он Семьдесят Пятку Может Обогнать На подъеме Здесь Что Лошадей Побольше Или Проходимость Получше Что Я Короче Не Въехал Оно Прямая Да Он Короче Семьдесят Пятку Обгоняет Никогда Не считал Семьдесят Пятку Медленным Танком Нормально Но тут Да По поводу Подвижности К этим Танкам Вообще Никаких Претензий Нет Ноль Как для Тяжа Очень Даже Подвижные Очень Хорошие Ну правда Да Не заоблачная Скорость Как у Иса Седьмого Но Очень Даже Круто Так Я думаю Стоит Провести Такой Финтик Как сразу Тут Ворваться Чуть Подальше И тут Пытаться Ромбовать И что-то Пробивать Кстати Да Неизвестно Как этот Танк По поводу Ромба Себе Чувствует ББ Куда он пробил Под башню Под башню Входит А ну НЛД Чекнем А это Куда прошло В маску Тупо В маску Вот Видно След Вот След От его Выстрела Но Это уже Голдой Стоп Шестьдесятка Это Десятка Получается Ну Вот В маску Девятка Ну В принципе Да Оно И понятно Скажем так Против Десятки Если Она Ну Блин Это Хреново Что Не На Голде Вот Было Было Интересно Потестить Десяточку Здесь С Девяточкой Ну Вот Сейчас Ах Успею 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 Успел Отлично Ну Голдой Шьют Все Кому Не Лень Короче А Этот Наоборот Не Ну Правда Я Не На Галде Блин Че Ты Думал Что Типа Бэшки Ну Короче В лобешник Пробивают Все Голдой Крайне Печально Да Вот С башни Здесь Подкачали То есть Ну Корпус Само Собой Картон Тут Никто Спорить Не Будет Но То Что В башню Так Легко Пробивается Это Такое Короче Ну Что Ну Девятка Нет Вот Девятка Мне Не Особо Вот По поводу Башни По поводу Самой Игры Такое Себе Я бы Не Сказал Что Девятка Хороший Танк Ну Что Ж Восьмерка Хороший Спорить Не Буду Девятка Хорошая Только Если Она Попадет В топ Или В бой Девятого Ну Даже Десятого Уровня То есть Где Будет Только Три Десятки Остальное Все Девяточки Восьмерочки Еще Она Будет Играться Если Она Попадает В бой Одиннадцатого Уровня Где Там В основном Большая Часть Это Десятки Тогда Нет Десятого Уровня Вот Этот Парень 60 Типи Просто Шикарен Он Реально Очень Хороший На Нет смысла Не пробивается Ну Разве Что Ну Не знаю Голдой Да Нет Десятка Голдой Тоже В основном Рикошетит Корпус Довольно Таки Тоже Крепенький НЛД Особенно Так Что Тут НЛД Во первых Маленькая Во вторых Ее Выцеливать Ну То есть Вроде Как Показывает Зелененький Индикатор Но Ты Стреляешь И Не Пробиваешь То есть В основном Типа Рикошета Идет Типа Такого Дерьма Ну Как Был Ты Сегодня На нем Кучу Раз Выцеливал НЛД И Как То Такое Себе Не Особо Эффективно Да И На Девятке И На Восьмерке Выцеливал У Собратьев Аналогичных НЛД И Все До Одного Места Я В НЛД Ни разу Не пробил Вот Кстати Да За все Два Часа Что Играю Ни разу В НЛД Не пробил Их Значит Аналогичных У них Довольно Таки Крепенькая В НЛД С такими Углами С такой Приведенкой Тоже Довольно Таки Крепенькая Но Вот В эту Часть Он Пробивается Очень Хорошо Триплексы Так Что В клинче Он Будет Страдать Притом Реально Будет Страдать Это Что Касается Десятки Девятка Там Вообще Думаю Нечего Говорить Вот Восьмерка Восьмерка Пробивается Вот В эту Часть То есть Если Он Ромбует Очень Хорошо Пробивается Вот В эту Часть Вот Прям Каждый Заряд Снаряд Проходит Вот Такие Лайфхаки У Девятки У Девятки В принципе Вот Этого Всего Нету Там Оно Как Б Идет Плавно Переходит В башню Ну Тут Тоже Идет Такой Поясок Вот Как Здесь На Башне Идет Вот Такой Поясок Так На Корпусе На Девятом Уровне На Девятке Вот Тут Он Идет Тоже Так По Кругу Ярко Выраженный Поясок Вот В тот Поясок Очень Хорошо Заходит Вот Вот Тот Бой Который Я Сейчас Там Играл Очень Хорошо Зашло Хотя Снова Такий Ромб Ну И плюс Да Башня Пробивается На Девятом Уровне Очень Даже Хорошо Четверка Должен Быть Хорошей Тут Барабанчик Есть Есть Что Тут Барабанчик 52 4 Снаряда Вот Кстати Такой же Барабанчик Это Наверное Тут Даже Есть Четвертого Уровня Стоп Один Барабанчик На Шестого А Стоп Четверка Не Стоп Это Пятерка А На Пятерке Есть Барабанчик А Четверки Вот Притом Это Идет Стоковый Ствол С Барабаном Кстати Прикольно Вот Четверка Будет Имба По Любому На Тройке Нет Что Тут С ДПМ 13 Ну Такое Троечка Будет Такое Себе Хотя Пробитие Хорошее Так Четверка Имба Вангую Пятерка Ой Это Четверка Четверка Да Я уже Говорил Имба Пятерка Что По Пятерочки Можно Сказать Ой Хорош Хорош На пятом Уровне 175 Голдой Это Довольно Таки Неплохо И 135 Бб Плюс 135 Урона Это Наверное Таки Неплохо Ну Боже Как же Он Ужасно Выглядит Просто Посмотри На Это Просто Жесть Как же Он Отвратительно Выглядит О Не Я Не Могу На Это Смотреть Мой Перфекционизм Мое Нутро Явно Протестует Так Че Там Дальше Это Была Пятерочка Шестерочка Вот Такая Но Шестерка Тоже Будет Очень Хороший С Таким Стволом Это Реально Очень Круто Продосведение 2.7 Но Это Такое В принципе С Использовать Его И все Круто Так По поводу Восьмерки Я уже Говорил Ствол В принципе Хорошенький Куда ее Пробивать Я только Что Сказал Девятка Вот Кстати Девятка Вернулась С боя Сейчас Покажу Куда ее Пробивать Вот Вот Этот Поясок Вот Он идет И даже Когда Стоит Ромбом Его Очень Хорошо Видно И Вот Сюда Очень Хорошо Пробивается Чуть Больше Ромб Вытаскивает Видно Снова Такие Триплексы Мехвода Можно Пробивать Или сюда Или снова Такие Еще Больше Видно Поясок Можно Сюда Стрелять То есть В среднюю Часть Он Хорошо Заходит Ну И плюс В борта В борта У них Очень Хорошо Заходит Тоже Десятки В борта А Кстати У него Тоже Есть Поясок Этот Вот Кстати Я не Пробовал У него Стрелять Но Я думаю Этот Поясок Тоже Принимает Ну И плюс Борта Очень Хорошо Заходит Так Что Вот Так И Вот Этот Ключок Так Что Ну Вот Такие Ну В принципе Десятка Очень Хороша Мне Допустим Понравился Учитывая Что Я даже Не люблю Такого Типа Танки Он Мне Понравился Так Что Вот Так В принципе Вот Такой Супи Маленький Обзорчик Снова Так Это Тест Это Еще Не Окончательный Их Вариант Но Пока Что Я считаю Учитывая Что Вот Взять По ветке Даже Коня Супер Коня Вот Конь На девятом Уровне Он Просто Шикарен Мне Вот Игра На нем Это Просто Было Одно Удовольствие Я Когда Его Продал И Купил Десятку Я Так Расстроился Что Просто Жесть Да Десятка Тоже Хороша Но На девятом Уровне Он Просто Великолепен А Вот Тут Тут Такого Нету Я Если Честно От девятки Очень Много Я Жидал Но Разочарован Так Что Так Ну Посмотрим Посмотрим Что Выйдет В релиз Как Бы Ждем Патч 2.0 Как Никак Так Что Так Сейчас Еще Чекну Сразу По Поводу Лбз Вторых Второй Фронт Да Есть Короче Вот Штук Четыре Идет А Это Типа Две Ветки Экскалибур Какой-то Есть Потом Химера А Блин А можно Посмотреть Этот Экскалибур Блин А как То Чекнуть Его Можно Нельзя Короче Посмотрим Но Это Я так Помню Это ПТ ПТ Типа А Ага Это Даже Проходится Короче На этом На Китайской Или на Советской Технике Ты Понял Второй Танк У нас Идет Химера Похож На Пилота Чем-то Средний Танк По-любому И Третий Танк У нас Идет Так Сейчас Как тут Вернуться Химера Объект 200 Вот и Он Это Лбз Получается Танк Танк С четырьмя Гусеницами Вот и Он Будет Лбз Танк Ну Танчик Если честно Такой Себе Я по нём Снял Видео Ну Как бы Ну Это Да Это Не в тему Этого Видео Потому что Тут Как-никак Обзор Польских Танков Топовых Уровней Но Как бы Могу Сказать По поводу Вот этого Объекта 279 Что Там Единственный Вариант Это Залазить Куда-то В яму И чисто Пытаться Башней Что-то Играть Потому что Через катки То есть НЛД Пробивается Очень Хорошо Сбоку То есть Ромб Ромб Тоже ничего Не держит Абсолютно В каток Очень легко Он пробивается Поэтому Этот танк Такой Себя А Ранний Р это Ранний Получается Я думал Это буковка П А не Р А чё Ранний Ну ладно Короче Вот такое А сам танк По себе Должен быть Ну Такое Я не знаю В коллекции Пускай является Вот и всё Что можно сказать Так Всё тогда Всем спасибо За просмотр Вот такой вот Был обзорчик Примерно То есть Ну Я не играл На результат Абсолютно Я просто Хотел Потестить Потестить Танк Всё Это то Ради чего Я снял Это видео Так что Не надо Там в комментариях Писать Что Там Бла 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 Короче Типа Такого Нет Я абсолютно Не играл На результат Я хотел Потестить Броню Хотел Потестить С фол Куда Их Пробивать И тому Подобное Потому что Я буду 100% Играть Против Них И мне Надо Это знать Как и в принципе Любому Наверное Игроку Куда Их Пробивать И что С ними Собственно Делать Вот Я в принципе Назвал